Всем доброго времени суток! Вы на канале Ассоциация защиты животных. Сегодня мы поговорим про кормление маисового полоза. В природе маисовый полоз питается мелкими и средними грызунами, летучими мышами, птицами и их яйцами, изредка ящерицами. В домашних условиях полозов кормят мышами, крысами, хомяками, а также цыплятами и перепелятами. Молодым полозом до 4-6 месяцев предлагают только новорожденных мышат, изредка хомячат. Кормят раз в 5-6 дней при условии, что было полное опорожнение желудочно-кишечного тракта, исключая пребывание в состоянии линьки. По мере взросления до 2 лет кормить змей нужно реже, примерно раз в 7-9 дней, объектами покрупнее, например, чуть более крупными мышатами или новорожденными крысятами. Взрослым особям кормление достаточно осуществлять раз в 10-14 дней кормовыми объектами соответствующего размера, обычно весом от 25 до 40 грамм. Это может быть одна крупная мышь, один цыпленок или одна небольшая крыса. Ориентироваться нужно еще и по размеру самой особи. Крупным и кормовой объект нужен крупнее. Хомяков постоянно давать не рекомендуется, так как они более жирные и змея в дальнейшем может отказываться от других кормовых объектов. Изредка взрослым змеям можно давать птичьи яйца, например перепелиные. Моисы прекрасно живут на диете из одних мышей соответствующего размера, в зависимости от возраста. Легко приучаются брать размороженный корм. Кормить полоза нужно после того, как змея переварила предыдущую пищу. После кормления змею садят назад в террариум и двое суток не берут в руки. Это может привести к таким неблагоприятным последствиям, как срыгивание корма. Если такое случилось, не тревожьте питомца и сделайте паузу в кормлении минимум 10 дней для любого возраста. Потом покормите вдвое меньшим объектом. При содержании полоза на опилках или кокосовом субстрате, кормление следует производить вне террариума, чтобы в организм животного случайно не попал наполнитель. Не чаще одного раза в месяц с кормом можно предлагать концентрированные витаминные препараты. Это не нужно делать часто, так как с кормом змеи получают все необходимое, а передозировка витаминов может быть опасной. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео.